Ладно, давайте начинать! Смотрите, сегодня мы с вами поговорим о том, какие есть новые возможности для написания стилей и отдельно Толя вам расскажет про то, как адаптировать ваши игры и под мобильные устройства. Что для этого нужно? Для начала простили. Еще небольшая просьба, отметить все на занятии и начнем. Вы все уже писали css на самом деле, многие даже в большом количестве. Он позволяет делать нереальные вещи, например, красить этот текст в красный, а этот в белый, устанавливать бэкграунды и, в общем, делать какие-то вещи для того, чтобы ваши страницы были похожи не на википедию, а на что-то более яркое и прикольное. Эта знаменитая картинка говорит о том, что css не так прост, как нам бы хотелось. Очень часто написание стилей вызывает много вопросов и мучений. И пытаясь сделать какую-то простую вещь, вы сталкиваетесь с тем, что у вас что-то куда-то заезжает, какие-то элементы выползают за пределы экрана, все это очень неудобно, тяжело расположить меню по центру, хочется, чтобы все было красиво, а получается все черти как. Вот приблизительно как у Питера Гриффина на этой гифке. Вы что-то делаете и ничего не происходит. Так выглядит вообще вся разработка. И хотелось бы каждый раз, когда вы пишете стиле, хочется задать вопрос, а кто вообще придумал все это? Почему все именно так? непонятно. Вот есть специальная группа людей, так же как JavaScript придумывает целая рабочая группа, есть огромные спецификации, есть много версий языка и много реализаций по этой спеке. Точно так же есть группы, которые занимаются разработкой стандартов для веба. В том числе есть, ну, эта группа называется V3C, V3 потому что VVV, World Wide Web, Consortium. И это те самые люди, которые на протяжении многих лет делают так, чтобы весь веб приблизительно работал одинаково. То есть у нас есть очень много, в чем сложность? У нас есть очень много браузеров, браузеров, очень много различных вообще клиентов. И мы хотим... Каждый из них в какой-то момент разрабатывал определенные возможности, кто во что гораст. Придумывали свои реализации спецификаций, было очень много несоответствий между тем, как работают одни и те же вещи. И приходилось писать полифилы в том, что касается работы с домом, например. Или придумывать всякие хаки для того, чтобы ваша страница выглядела везде одинаково. На самом деле, как разработчик, вы абсолютно беспомощны. Абсолютно. У вас нет никаких способов управлять вашими пользователями. И в сравнении с тем, как вы делали те же самые странички в формате физическом, например, как книгу или как журнал, там у вас есть четкие границы. То есть вы имеете определенный формат. У вас есть определенные, не знаю, чернила, чтобы печатать. У вас есть определенная длина текста и определенные картинки. Вы все это печатаете, раздаете людям, и все получают одинаковый результат. В вебе все не так. В вебе все открывают вашу страницу на различных девайсах разного размера. Пользователи умеют изменять размер окна, они умеют зумить, они могут вообще переопределить ваши стили своими собственными. Почему бы и нет. В Windows, например, есть темы контрастные, которые совершенно меняют облик вашей страницы. В общем, есть очень много разных способов, как пользователь может с вашей страницей взаимодействовать и где-то ее открывать. Она везде будет выглядеть по-разному. Это к вопросу о том, что вы беспомощный разработчик. Стандарты вам позволяют в какой-то степени гарантировать, что одинаковые функции будут реализованы одинаковым образом везде и с ними спокойнее. Вы всегда можете зайти и посмотреть, как что работает. В общем, что это за группа? В3C занимается разработкой спецификаций. Во-первых, дом они делают, во-вторых, CSS. В-третьих, еще много разного. Тут на слайде не написано. И каждая спецификация проходит несколько этапов. Так же, как с экмоскриптом. То есть есть этап создания черновика, когда кто-то из группы придумал гениальную новую идею. Например, двойные бордеры. Написал это, всем показал, и спецификация пошла в обсуждение. Вы можете зайти на гитхаб и посмотреть, какие обсуждения там ведутся сейчас. Затем этот черновик получает статус working, над ним начинается какая-то разработка, и спецификация более-менее устаканивается, придумывается API, и основной посыл заключается в том, чтобы это API было совместимым с предыдущим. То есть вы не можете просто взять и придумать спеку, которая сломает обратную совместимость. Потому что вы должны гарантировать, что все страницы, которые уже в вебе сейчас существуют на данный момент, они должны продолжать работать, несмотря на ваше новое введение. Поэтому мы благодарны этим людям. И в общем, в итоге получается какой-то рабочий черновик, когда они утверждают API, и API можно реализовывать. Его подхватывают браузеры, один или два, когда реализовывают существующую фичу, мы считаем, что ей можно пользоваться всем остальным. А когда ее поддержат все зеленые браузеры, мы считаем, что может этим пользоваться практически кто угодно. Есть еще одна группа, которая разрабатывает стандарты, это WattWG. В какой-то момент появились люди, недовольные монополией на разработку стандартов предыдущей, WattWG. Им показалось, что они работают как-то медленно, неправильно и делают все совершенно не так, как нам бы хотелось. Поэтому они просто взяли и стали писать свою спецификацию. У них есть, например, очень хорошая спецификация по фичу. Именно по ней все реализовывают. По веборкерам, про которые вам рассказывали, мне кажется, на прошлом занятии. Также они разрабатывают спеку по дому. То есть, по сути, существуют две спеки от WattWG и от W3C. И вы можете смотреть в обе. И спецификацию HTML тоже делают они. Но CSS-ом занимается именно W3C. Вообще, вы можете, как я уже сказала, пользоваться обеими. Какая вам нравится. И репозиторий у них тоже есть открытый. И стадии прохождения спеки там ровно те же самые. То есть, от черновика до полной реализации, утвержденной спецификации. Так вот, теперь обратно к стилям. Сейчас существует... На самом деле, здесь указано, что их три. На самом деле, четыре версии CSS. Этот CSS уровень 1, который появился в 1996 году, он был прост как два пальца. То есть, представьте, что у вас был веб, в котором было все черно-белое. И все как-то... Вот просто текст выглядел как в обычном редакторе. И вот в этой первой спецификации появились самые базовые вещи для работы со страницей. Можно было как-то... Знаете, если вы видели когда-нибудь японский интернет, там, где все мигает, все такое ужасное, черное, все сиреневое, куча гифок, все на вас выпрыгивает, привлекает ваше внимание, то вот это те далекие времена. У вас еще на свете не было, а такие сайты уже существовали. В дальнейшем CSS развивался. В 1998 году появилась вторая версия. Сейчас на следующем слайде можно посмотреть, какие именно фичи там появлялись. То есть в какой-то момент там вот в CSS2 версии появились вещи, которые позволяют работать с позиционированием элементов на странице, такие как флоты, появились таблицы. Появилось точнее такое свойство, как дисплей, которое позволяло любой элемент сделать табличным. Если в CSS1 вы достигали позиционирования через теги, тупо через верстку, то есть использовали тег тейбл для того, чтобы что-то выглядело как таблица, использовали дива для того, чтобы что-то было как блок испаны, как инлайн, то в CSS2 для этого появилось специальное поле дисплей, которое позволяло вам любой элемент позиционировать как угодно. Ну не как угодно, конечно, с ограниченным количеством параметров, но тем не менее верстка стала более семантичной. Появились селекторы, и даже... Этот Толин телефон пищит. Можешь, кстати, забрать его, если он тебе нужен. Вот. И появились... Да, появились... Самое интересное, появились марджины и пазинги, которых не было в первой версии, которые позволили вам делать нереальные вещи, просто раздвигать элементы. В первой версии для этого приходилось использовать таблички распорки между элементами. На самом деле кажется, что это все очень давно и очень неправдано. На самом деле письма, например, приходится верстать с использованием практически CSS1 на таблицах, с распорками, с ограниченными возможностями, с инлайн-стилями, потому что так устроен мир верстки писем. То есть это все еще встречается. Потом оказалось, что на этапе создания второй спецификации было допущено очень много ошибок. Поэтому разработчики спецификаций тоже допускают ошибки. И, кстати, спецификации также подвержены этапу тестирования. Если вы зайдете на какой-нибудь из интересующих вас спек, то там обязательно есть графа с тестами, которые вы можете прогнать у себя, как, например, браузер, который что-то реализует, и проверить, проходят ли они. Так вот. Разработчики спеки поняли, что они допустили очень много ошибок, плюс ко всему браузеры еще по-разному поддержали эту спецификацию, и они стали выпускать, работать над исправлением этих ошибок. И выпустили версию CSS 2.1, в которой все их постарались подправить, потому что развивать спеку дальше было просто невозможно без этих исправлений. Вообще очень классная картинка. Вы можете поближе ее посмотреть. Сейчас у вас эта презентация доступна на нашем сайте. Порлу. И здесь приблизительно показано состояние каждой из них. Мы с вами сегодня будем говорить в основном про третью спецификацию CSS 3, которая на самом деле все еще находится в разработке, хотя большинство описанных там вещей уже реализовано с вечно зелеными браузерами. Там даже и 11 догоняет. Это очень круто. Но она еще не принята. Так. Теперь что же такого классного появилось теперь? Самое главное изменение, которое случилось в CSS 3, это наконец-то разработчики спеки подумали о стилях никак, об инструменте изменения, ну, украшения страницы, скажем, да, ну, то есть изменения текста, цвета там или картинок, либо граунда, чего-то такого элементарного. Они подумали о стилях как об инструменте управления именно версткой. Потому что до этого какие у нас были возможности? Мы могли пользоваться таблицами, которые не совсем были на самом деле для этого предназначены, но у нас же были дизайнеры, которые придумывают классные макеты. Приходилось изворачиваться и пользоваться тем, что есть, а именно таблицами. Затем появился дисплей, дисплей-тейбл или дисплей-блок, или дисплей-инлайн. Появились флоты, и разметка стала, опять же, с помощью огромного количества костылей разрабатываться через эти инструменты. Но это все было очень неудобно. И тогда придумали дисплей-флекс и дисплей-грид. Что это такое? Это инструменты позиционирования ваших блоков на странице. которые очень и очень позволяют делать гибкие вещи. Например, не знаю, вы можете сами открыть у себя ссылку, но я здесь ее использую для того, чтобы просто посмотреть на то, что можно. Так, 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 так. Пока про гриды и забудьте. Вот флексы. В чем суть? Флексбоксы сделаны для того, чтобы можно было расположить элементы, в один ряд. Таким способом, задавая, например, каждому из них размеры по одному направлению. Например, в строку. У контейнера, спозиционированного через флекс, есть две оси. Основная, то есть если это row, то это значит горизонтальная строка, либо если это столбец, то вертикальная. И, соответственно, противоположная. То есть все наоборот. И вы можете позиционировать элементы относительно этих двух осей, как хотите. В общем, здесь показаны довольно классные примеры того, как это можно делать. Но нужно всегда помнить про то, что флекс располагается в строку. Даже если у вас элементы в нее не помещаются, как вот, например, вот там на картинке сверху слева, то они будут перенесены на следующую, но это все равно всегда будет одна строка. Гриды же сделаны для того, чтобы вы могли располагать элементы именно сеткой. По сути, это очень-очень-очень умные таблицы. Здесь всегда есть два измерения. Вы можете сначала обозначить размеры вашей сетки, указав количество столбцов и строк, а затем распихать внутри нее, ну, задать тоже ширину какую-то, и распихать внутри нее блоки именно в то место, куда вы хотите. И рекомендуется гриды использовать для разметки вашего всего лейаута. А флексбоксы для содержимого уже этих самих клеточек в лейауте. А уже внутри флексбоксов, когда у вас есть какие-то простые элементы, ну, например, форма или, не знаю, что можно быть проще, меню какое-нибудь ваше, да, уже там вы пользуетесь простыми инструментами, как дисплей-блок, дисплей-инлайн-блок. Вот такая иерархия. Про поддержку можно сказать, что гриды поддержали уже все. Мы сегодня смотрели на Kena Use, там E11, по-моему, догнал. Вот. Можно подробнее посмотреть, как это устроено, но я уверена, что вы сами прочитаете без особого напряжения. И я думаю, что многие из вас уже даже это использовали. Ну, или хотя бы слышали. Менторы вам точно должны были рассказать. Такое сложно держать в себе, когда ты все время пользовался какими-то забиванием гвоздей ботинком. Очень становишься счастливым, когда появляется молоток для этих целей. Так, давайте вернемся к презу. Так что очень вам рекомендую, можно пользоваться. Это появилось в CSS3. Что еще? Появились фильтры. Они во многом похожи на SLG-фильтры. Если из вас кто-то рисовал когда-нибудь в фотошопе или скетчета, вы знаете, что это за тема. Позволяет, например, делать всякие эффекты с изображениями. Тоже, думаю, в ваших играх найдется место, где это применить. Недавно вышла статья о том, как, например, фильтры помогают... Ну, смотрите, например, возьмем блюр. Это хороший фоллбэк для загрузки изображений. Если вы, например, разрабатываете сайт Medium, который целиком состоит из огромных картинок непредсказуемых размеров, то через фильтр можно очень неплохо сделать фоллбэк для загрузки этих изображений постепенно. Такое прогрессивное улучшение. Хотя сложно назвать прогрессивным то, что не очень хорошо поддерживается. Ну, почему бы и нет. Или, например, была статья недавно про то, что мы можем... Картинки довольно много весят, и мы можем сохранить их с пониженной яркостью, например, или контрастом. А затем эта картинка сразу уменьшится в размере, и когда мы ее загрузим и потянем, уже поверх нее с помощью фильтров вернуть эту контрастность или яркость обратно. И таким образом сэкономим довольно много на трафике. Ну, конечно, мы тогда не сможем сохранить картинку с оригинальным контрастом, но кого это волнует? В общем, почему... Прикольный эксперимент. Вот контраст. Можете поиграться с этим. Довольно прикольная штука. Вот так даже можно сделать. Ну, лично моя самая любимая фича в CS3 — это транзишены и анимации. Мы с вами говорили... У нас была лекция про конвас, где мы говорили о том, как вообще можно анимировать объекты не только на самом конвасе, но и вообще двигать. То есть вы просто берете request animation frame и какую-то функцию, которая вам в зависимости от времени перерисовывает кадр, каким-то образом передвигая объекты. И вам никто не мешал просто обращаться к стилю элемента и увеличивать его положение. Например, left или right, если он абсолютно спозиционирован. И как-то его передвигать. Так вот, транзишены эту задачу упрощают. Что это такое вообще? По сути, это элементарный инструмент с анимировать какое-то поле в стиле. Это переход между двумя классами. Вы задаете... У вас в голове должно быть состояние элемента. Состояние номер один, состояние номер два. Вы пишете, не знаю, два класса. Например, ну здесь пример не классы, а состояние hover, но тоже довольно распространенный пример. Окей, пускай были два состояния. Один и два. И мы хотим между ними попереключаться и санимировать, например, background. color или background. И этого очень легко добиться, просто написав транзишен на свойства CSS color в background color и задать длину, за которую мы хотим, чтобы эта анимация происходила, и функцию, которая будет ее изменять. В функции там целая гора, можете сами посмотреть. И по сути, задав эти две точки браузеру, он сам ее построит и сделает нам плавное улучшение постепенно. Это что касается транзишнов. Два состояния и переходы между ними для одного свойства. Можно несколько свойств указать. Можно вообще указать all. Он постарается санимировать вам все. Но не все свойства можно анимировать. Есть отдельный список того, что можно. Ну, например, можно цвета, можно маржины, можно позицию, в смысле left и right, санимировать. Но нельзя анимировать layout. То есть, если у вас было что-то display flex, потом вы это сделали display block, то это никак не санимируется. Не работает так. И еще есть анимации. Выглядит довольно космически. На самом деле, все просто. Вы стараетесь разбить уже вашу анимацию не на два состояния, первое и второе, а на чуть большее количество. Задаете две точки from it to. На самом деле, это еще можно написать в процентах от нулей процентов до ста процентов. И между этими точками вы также можете задавать еще. Например, что будет для 20%, для 40%, для 80% и так далее. Чуть более гибкая настройка. и затем указываете для вашего элемента название анимации, ее длительность и количество повторений. Если транзишн происходит один раз при переключении из одного состояния в другое, то анимацию можно повторять сколько захотите. Ну, либо ограниченное, там, два-три раза. Иногда бывает достаточно. Суть абсолютно та же. То есть практически как транзишн, но только более гибкая. Что еще круче, можно... А, ну, приблизительно так это выглядит. Такая штука. Что еще лучше, для анимации есть JS API. и вы можете подписаться на события, которые происходят с вашими объектами. Просим было, да, показать пример. Вот вы можете задать опять же в формате объектов, как мы с вами уже как-то раз делали, те проперти, которые вы хотите санимировать. Либо вот чуть-чуть более сложный пример. и вызвать на элементе функцию animate, передав ей вот этот объект, который описывает вашу анимацию и длительность. Так, это просто... Сейчас. Где-то там в конце была подписка. А вообще... Вот был MDN. Сейчас. Прошу прощения. Немножко подыскать ее. Старт. Нет? Ну ладно. Короче, потом ссылку кину. Там основная идея в чем? У вас есть события, которые соответствуют началу анимации, ее концу и ее перерисовке, ее повторениям, если у вас их несколько. И вы можете подписаться на каждое из этих событий и совершать какие-то определенные действия, если вам это вдруг надо. Если у вас есть несколько анимируемых объектов, и вы как-то хотите их синхронизировать между собой, можно достичь этого через JS. Можно триггерить анимации, можно их останавливать. в общем, все, что захотите. Все очень гибко. Советую попробовать. Так. Это были 2D, а есть еще и 3D. И это суперкруто. То же самое, только в 3D. У вас добавляется определенный параметр с перспективой и третий параметр для оси Z. Можно делать такие вещи. Без всякого канваса, просто версткой. Мне было интересно посмотреть, как этот куб сделан, и я думаю, вам тоже. На самом деле, это просто сколько грани у куба? Шесть. Отлично. Вы считаете лучше меня, это факт. Короче, у вас просто есть шесть дивов, которые развернуты и абсолютно спозиционированы, а потом вы их каждый начинаете двигать через транслейты и и поворачивать их через ротейты. И вот в итоге получается очень крутая штука, которая быстренько работает. Стоит сказать здесь про производительность немного. Да, прямо на этом слайде. Смотрите, фишка заключается в том, что вот такие трансформации, транслейты и трансформации сейчас анимирование некоторых свойств в CSS можно переноситься в отдельный поток и выносится на ГПУ. На ГПУ, да, с ЦПУ. И, соответственно, это работает несколько быстрее, чем когда вы делаете анимации через JS для какого-нибудь смещения влево или вправо. Поэтому рекомендуется, во-первых, посмотреть список тех свойств, которые выносятся на ГПУ. Например, это опасите. Если вы хотите анимировать появление какого-то объекта, то лучше всего добиться это через опасите и транзишны на него. Или, например, перемещение объектов лучше всего анимировать не через left-right и абсолютное позиционирование изменения координат, а через translate точно так же. И это будет вынесено на ГПУ. Плюс еще там есть CSS-свойство will-change, насколько я поняла. Оно работает именно таким образом, что вы указываете явно браузер, что вы понимаете, что делаете и хотите, чтобы была совершена оптимизация. А, и еще один момент. Эти вещи оптимизируются браузерами. Если даже что-то сейчас не соптимизировано, то, возможно, впоследствии оно будет соптимизировано. Поэтому круто пользоваться именно этими вещами, а не JS. Вот. Стиль для того и пишется. Еще более восхитительная вещь в CSS3, которая пока поддерживается не везде, там и 11 запоздал, все остальные уже успели, и это в том числе. Это CSS-переменные. Вот. Зачем это нужно и почему это здорово? Так, зачем это нужно? Допустим, у вас есть какой-то глобальный стиль, цвет. Допустим, вы используете цвет, у вас есть цветовая гамма, и вы везде хардкодите эти стили. Или, ну, в основном для цветов, конечно, это удобнее всего использовать. Или у вас есть размерная сетка, и вы считаете, что у вас все элементы должны быть высотой 24 пикселя, а потом к вам приходит дизайнер и говорит, нет, давай 48, 24 мелковато. И вот очень удобно иметь ряд переменных, которые вы выносите в глобальную область видимости, так называемый root, выписываете их все туда, и тогда они становятся видны во всех стилях, подключенных ниже. Вы их можете использовать через специальное слово var. То есть, можно считать, что var это функция, в которой первый параметр это та переменная, которую вы хотите использовать здесь, вставить, а вторым параметром передается дефолтное значение в случае, если переменная не была объявлена. И уже очень похоже на обычное программирование, то есть, да, у вас есть переменные, вы можете писать туда что угодно. В спецификации написано, что любая валидная вообще строка, ну, то есть, понятно, там, какие-то спецсимволы, в общем, любой валидный CSS, который может быть распаршен, может быть туда написан. То есть, ничто не мешает вам туда даже написать какое-то JS-выражение. Понятно, что CSS его не поймет, но вы можете потом его взять и прочитать оттуда из JS и даже выполнить. Ну, какой-то дикий пример, но так можно делать. Все можно делать. Поэтому очень рекомендую попользоваться именно этой вещью, потому что, возможно, ну, в обозримом будущем именно так и будет делать истимизация. На самом деле, по-моему, главное Яндекса сделал истимизации именно через CSS-переменные, когда они только появились. Потому что, если у вас есть какое-то property, заданное везде, вам не нужно обращаться к конкретному элементу и менять у него значение этой property, вы можете поменять одну, и она поменяется сразу везде. Вот приблизительно так это можно сделать. Узнать значение и установить новое. В принципе, довольно простой интерфейс. Почему бы и нет? И тут можно вернуться к тому занятию, где мы с вами говорили про CSS-NGS. Симизация становится сразу гораздо проще, когда у вас есть для этого специальный инструмент. На самом деле, большинство проектов выглядит так. У вас есть отдельный файл с токенами. Например, у нас так есть. И вообще много где дизайн-системы так устроены, что вы описываете все эти переменные, все отступы, все цвета, всю типографику, размеры шрифтов туда выносите, даже фонд-фэмили. Вообще абсолютно любые константы выносите туда и дальше везде ими пользуетесь. Это позволяет сделать из коробки. Ну, базовый примерчик, что можно поделать. Думаю, что вам, вы без труда сможете вообще сами написать что-то, что работает точно так же. Мы это уже с вами, в принципе, и делали. Смысл в том, что в этой демке меняется цвет бордеров. Это ваш shadow за пределами кнопки. Так вот. А у меня фокус скачал, да? Вот. Короче, новый CSS это огонь. На самом деле это правда так. То есть, на самом деле, если вы открываете CSS, все время забываю, как этот сайт называется. Да, спасибо. CSS Tricks, да, все последние статьи, они там в основном про гриды и что можно сделать на гридах и что можно сделать на новых переменных. Про флексбокс уже все забыли, потому что это вчерашний день и все уже научились ими пользоваться и используют их в продакшене. Вот. Например, бипкар на флексбоксах. Если вы знаете такой проект, который называется бипкар, то он, почему это все использует. Но есть много браузеров. Мы почему-то выбрали картинку Е6, вероятно, как самый страшный кошмар всех верстальщиков. На самом деле, он умер, и мы его похоронили с почестями, конечно. Вот. Не без этого. Ну, в общем, существуют браузеры, которые еще просто не успели. Или, скорее всего, они уже вообще никогда не будут использовать эти вещи. А пробовать-то их хочется, хочется их выпускать в продакшен. И если в джавоскрипте у нас для этого есть с вами специальные инструменты. Ну, то есть у нас есть бабель. Хотим писать на Е6, подключаем бабель. Хотим писать на Е7, ЕС Next. Подключаем бабель и все счастливы. Все транспилируется, и старый браузер это понимает. Если мы хотим пользоваться каким-то аппи в доме, да, ну, например, какой-нибудь closest у дома или что там еще сходу в голову приходит, фич какой-нибудь, который не везде поддерживается, например, в том же Е нет фича, то существует полифилы. Вы просто берете и объявляете эту функцию, которой в браузере еще пока нет. Со стилями так нельзя. Вы не можете просто взять и сказать браузеру, окей, я понимаю, что ты не знаешь, что такое гриды, возьми, пожалуйста, и научись их делать. Вот тебе способ как. Браузеры не умеют в рецепты для CSS. Зато мы можем немножко пострадать и сделать наши стили чуть более понятными, чуть более фоллбэчными. Для этого есть при процессору CSS. Они нужны не только для того, чтобы делать какую-то обратную совместимость, преобразовывать стили в более читаемый код, как бабель, но не умеют много всего другого. Давайте посмотрим, на какие есть при процессоре. Да, их тысячи, как написано на этом слайде. Разработчики психанули в 2006 году. Они устали писать этот скучный CSS, который невозможно поддерживать, который разрастается, который не умеет во вложенность, в котором нет переменных, в котором нет циклов, в котором вообще ничего нет, в котором есть только голый CSS и его приоритеты. То есть умение перебивать одни стили другими. И они написали при процессоре, SASS. На самом деле они придумали свой синтаксис. Это очень похоже на CoffeeScript, если сравнивать с JavaScript, то есть там они выкинули точки с запятой, они выкинули фигурные скобочки, они выкинули все, что им не нравилось, и сделали новый CSS, который, пропускаясь через при процессор, превращался в обычный, понимаемый браузерами, но упрощало разработку. Там появились функции миксины, там появились переменные, там появилась вложенность, там появилось все то, чего так не хватало. За ним появилось LLS, styles или stilus, не совсем уверена, как правильно произносится. Вот. И все это используется. Есть еще SCSS. это как бы друг САСа с одним только лишь отличием, он понимает валидный CSS, он вообще выглядит как валидный CSS, то есть вы там пишете все то же самое, как обычно, над множество такое, которое просто позволяет вам сделать чуть-чуть больше. Вот. Еще один слайд со ссылками на документацию. Я видела, у многих в проектах уже есть SCSS, вероятно, с подачей менторов. Вы знаете про плюшки. Плюшки выглядят вот так. Во-первых, там есть свои переменные, которые через доллар объявляются. В LLS тоже есть свои переменные, которые объявляются через собаку, если я не ошибаюсь. Просто. Просто потому, что они смогли. Они просто взяли и написали свое. Почему нет? Ну, захотелось. Там есть вложенность именно с имперсантами, когда вы можете строить клевые BEM названия, особо не заморачиваясь, и использовать эти самые переменные. Кроме того, там есть Mixin. Мы сами очень активно в проектах их используем. Ну, мне кажется, я вам рассказывала, можно это решить на уровне методологии, просто объявляя какие-то классы и применяя их к элементам, таким образом добиваясь применения одних и тех же стилей к одним и тем же элементам, уменьшая, как это, избавляясь от копипасты. Да, спасибо, избавляясь от копипасты. Также можно использовать Mixin. Mixin, на самом деле, это просто как бы функция такая, в которой может быть сколько угодно переменных, и она вам возвращает какой-то набор стилей, которые вы хотите применить там, где вы этот Mixin вызываете. По сути, это что-то вроде наследования, на самом деле, только реализованное через подмешивание стилей в уже существующие. И на самом деле SAS развернет это все, просто напихав вот в эти места одинаковые куски, а потом объединив эти стили в один. Что-то в таком духе на выходе получится. И вот здесь, например, пример Mixin, который использовали мы, когда свойство Border Radius поддерживалось не везде, и нам нужно было прятать его под вендорные префиксы. Чтобы не заморачиваться, мы написали просто такую штуку, и везде вместо свойства использовали этот Mixin. Вот. Сейчас, погодите. Хотела еще чем-то похвастаться из Mixin. А, ну мы его используем, например, для состояния кнопок, там активные ховеры, для подмешивания цветов, для всяких особых элементов, например, ссылки. У нас есть ссылки, кнопки, которые выглядят одинаково. Вот мы в них Mixin скидываем, и все вообще замечательно работает. Но потом случилось кое-что, классное появился пост-CSS. Лучше, чем создатель пост-CSS, про пост-CSS никто вам не расскажет. Поэтому очень рекомендую посмотреть доклады Ситника Андрея, и вообще, после злых марсиан, вообще, чем он занимается. По пост-CSS он книгу написал, вообще, ездит по всему миру, про него рассказывает. Это очень крутая штука. Он принципиально отличается от всего, что мы вот здесь вот на этом слайде посмотрели, своим принципом работы. Если эти ребята придумывали свой синтаксис или улучшали существующие, расширяя его возможности. Там, кстати, в САСе есть циклы. Можно делать сколько угодно вложенные циклы и мапки. Просто вспомнила, тоже прикольная штука. Пост-CSS пошли путем расширения плагинов. То есть они работают как вопак. Есть определенный набор плагинов, которых очень-очень-очень много. Прямо на сайте у них можно посмотреть, какие являются самыми популярными. Вы их подключаете в определенном порядке. Он ваш берет на вход стили, строит по нему АСТ. Дальше это предоставляет вам удобные аппи для работы с этим деревом, как разработчику плагинов. И прогоняет это дерево с этим маппи по всем плагинам. И последний плагин выплевывает вам новые стили на выходе. Выглядит как-то вот так. То есть вы пишете конфиг по доке и в итоге просто импортируя стили ваши уже через вопак какой-нибудь лоадер для пост-CSS добиваетесь того, что все ваши стили прогоняются через эти плагины. Самым популярным является автопрефиксер. Очевидно, он решает проблему совместимости каких-то свойств между разными браузерами, просто генерируя необходимое их количество. Вот. Ну и много разных других там есть. Попробуйте. Там есть даже плагин для SASS, так что если вы писали сейчас все ваши силы на SCSS, то можете их сюда же добавить просто специальный плагин, и он все, он вас поймет. в чем еще фишка, на мой взгляд. Она заключается в том, что пост-CSS вам позволяет писать CSS наиболее приближенно к спецификации. То есть, если для того, чтобы писать на SCSS и понимать стили других разработчиков, вам придется его выучить, вам придется разобраться, что там за синтаксис и почему оно так работает. Чтобы писать с использованием пост-CSS, вам нужно заглянуть в спецификацию. Как бы такой единственный источник правды для всех разработчиков. Это круто, вам нужно, по сути, выучить одну вещь и пользоваться ей везде. Она вам будет помогать. Например, вот мы сейчас с вами рассмотрели CSS-переменные, которые уже нативные в браузере и вообще везде работают в зеленых браузерах. Ну, а для вас вообще везде, потому что мы разрабатываем с вами для Кеннери, как известно. Вот. По CSS может есть специальный плагин, который вам все эти переменные транспилирует в обычные значения, просто понапихает их там везде, где вы использовали переменные, и на этом все закончится. Есть их таких несколько, у них разные реализации, выбирайте на свой вкус. То есть, по сути, мы добиваемся этой обратной совместимости путем парсинга. Вот. Круто, круто. Следующий шаг, который сделали разработчики, пытаясь улучшить экосистему вообще написания стилей, это придумали CSS-модули. Идея очень простая. У вас есть стили, они, как известно, пересекаются. И если у вас есть два одинаково названные класса, которые выполняют разные функции, они просто перетрут друг друга, там, расширят, и, в общем, получится у вас регрессия визуала, неожиданная вдруг. сделать так, чтобы эти стили не пересекались друг с другом и все ваши названия классов были уникальны в контексте ваших файлов. то есть, вот, не знаю, вы напишите еще один, второй такой баттен или, не знаю, возьмете его из бутстрапа и все, все поломалось, все плохо. BEM не помогает здесь, потому что никто вам не мешает написать два одинаковых стиля для BEMа. Просто потому, что у всех не очень богатая фантазия. так вот, мы можем с помощью CSS-модулей создать уникальные названия для каждого класса в пределах этого файла. Ну, вообще в пределах всего проекта, в пределах всех стилей, которые у нас есть. И просто подключив опять какой-нибудь плагин для его пака, для CSS-модулей, через импорт стилей вы в объекте styles получите на самом деле ту самую мапку, где название стиля определенное здесь будет соответствовать его уникальному значению в пределах проекта. И когда это все отрендерится, у вас получится уникальное название, которое вообще ни с чем не пересекается. Суперкруто. Если вы откроете какие-нибудь модные приложения, типа Inbox, или главную Google, или почту Mail.ru, например, вы увидите, что у нас все классы названы какой-то абракадаброй. Почему это круто? Ну, помимо того, что это избавляет нас от пересечения областей видимости классов, ну, мы еще таким образом прячемся от всяких расширений, например, так, или вообще от людей, которые любят попартить странички и повытягивать оттуда информацию. Например, распартить главную ламоду, а потом написать приложение, которое использует в качестве базы все товары оттуда. Вот, это будет уже сделать сложнее чуть-чуть. Ну вот, и GSS. Мы уже с вами такое писали сами, вы помните, все элементарно, просто, что если мы не хотим писать стили не в стилях, а в GSS, так можно. для этого есть много, на самом деле, очень-очень-очень-очень много готовых библиотек, одна из самых популярных так и называется, GSS, и она тоже поддерживает внутри себя, ну, то есть, ее можно как-то скрестить с CSS-модулями и без всяких проблем получать тот же самый результат. Плюс GSS, ну, не знаю, вы все видите сами, вы уже это пробовали, вам никто не мешает написать все то же самое с нуля. Вот. Как-то так. Вы можете немножко допилить существующую реализацию ваших GSS-стилей и прекратить к себе CSS-модули и вот все эти припроцессоры, ну, например, пост-CSS. Мне он просто больше всех реально нравится. И начать пользоваться всеми этими клевыми штуками, которые нам сейчас предоставляет CSS-3 спека. Вот. А дальше вам расскажет Толя. Марина очень живенько рассказала про новые возможности CSS. Вот. Но на самом деле вторая такая часть это разработка под мобильные устройства и вообще разработка под различные устройства, не только мобильные. То есть до этого вы проверяли свои сайты, скажем так, в браузере на максимальном размере и особо не задумывались о том, как вообще ваше приложение будет выглядеть, например, на других устройствах, например, на планшетах или смартфонах, скорее всего. И ваши но мобильные устройства, они, но задумываться об этом надо. Как бы почему? Вот в октябре 2016 года, полтора год назад ровно получается, произошло очень такое важное событие с точки зрения всего веба, с точки зрения интернета, с точки зрения фронтенд разработки. Это суммарная доля мобильного трафика впервые за всю историю превысила суммарную долю десктопного трафика. то есть с октября 2016 года в интернете больше людей сидят через смартфоны, чем через компьютеры. И это скажем так тенденция, она все сильнее и сильнее растет, этот разрыв все больше увеличивается. Вот здесь небольшой скажем так спад идет из-за того, что в этот момент сайт, на котором эта вся статистика приводится, называется StatCounter, начал по-другому считать статистику. То есть они все мобильные устройства разделили на таблеты, планшеты и на мобильные устройства. И таблеты начали учитывать вдоль десктоп трафика. Именно поэтому здесь немножечко пошло вверх. Но по сути имеется в виду десктоп и не десктоп. Разница очень большая в пользу не десктопа. Именно поэтому очень важно уже сейчас даже на этапе обучения фронтенду задумываться о том, как это все работает на мобильных устройствах. Чуваки могли, ну, разработчики. А можно попросить дверь закрыть, а то там как-то слишком громко? Спасибо. Если несколько, условно говоря, пять лет назад, когда задавался вопрос, а будем ли мы разрабатывать мобильную версию сайта, говорили, а, нет, то сейчас это, по сути, половина платежеспособного населения. И поэтому игнорировать мобайл нельзя. Кроме того, игнорировать мобильный веб нельзя еще и по другой причине. Например, в борьбе между нативными приложениями и веб-приложениями, по сути, сайтами, сейчас победу вверх одерживают именно веб-приложения. Вот есть такие графики, которые показывают, например, сколько раз устанавливают приложения именно, ну, из Google Play, условно говоря, нативные на телефоны в прошлом году, в мае 15-го года и в мае 16-го. А для прошлого и этого года я не нашел такого графика, но там, уверяю вас, тенденция такая же, что приложения устанавливаются все менее часто. То есть есть, конечно, какой-то базовый набор, условно говоря, там, Facebook, Google, YouTube, которые все ставят на свои телефоны. Но какие-то другие новые приложения, например, приложения, условно говоря, какого-нибудь просмотрщика новостного ресурса, например, Medium. У Medium есть приложения, но все сидят на Medium через браузер, потому что ставить на свой маленький iPhone с 16-гигабайтом памяти еще одно веб-приложение, обычное приложение, которое весит 50 мегабайт, не у всех хватает места. А браузер стоит у всех, и смотреть через браузер сайты гораздо проще. Вот. Ну и точно такая же история о том, какое количество приложений пользователи устанавливают за месяц. Ну, просто немножко статистики. То есть из этого графика видно, что 65% людей в месяц не ставят ни одного приложения. Они скачали, условно, купили новый телефон, поставили на него набор выживания, там, карты, что, музыку, Facebook, ВКонтакт, и все. Есть, конечно, игроманы, которые ставят себе игрушки, но их меньшинство. Ну, то есть их меньше, чем всех остальных людей. И поэтому, скажем так, в борьбе между нативными приложениями и веб-приложениями выигрывают веб-приложения. Именно поэтому, ну, скажем так, более, ну, имхо, мое мнение, более выгодно развиваться именно в области веб-разработки, а не в области, условно говоря, какого-нибудь андроида. Вот. Потому что веб-приложения, они работают и на андроиде, и на iOS, и на Windows Phone одинаково плюс-минус, потому что браузеры есть везде. А если вы решите разрабатывать нативные приложения на условном каком-нибудь Java, то у вас сразу доля рынка, хоп, поделена пополам. Половина тех людей, которые используют iOS, ваши труды никогда не увидите. Вот. Какие существуют подходы к разработке под мобильные устройства? То есть вот вы делаете сайт, как вы можете делать этот сайт так, чтобы он работал и на мобильниках? Раньше, раньше, когда эта история только-только начиналась, была очень распространенная вещь, когда для мобильных устройств делают отдельную версию сайта. То есть, например, сейчас в контакте, там есть vk.com, есть mvk.com. Это совершенно разная верстка, совершенно разный код. По сути, разный веб-приложения. У вас на GitHub два репозитория. Большой vk и маленький vk. Поэтому, так как это два разных репозитория, то там в два раза больше кода, соответственно, требуется в два раза больше разработчиков, чтобы это все поддерживать, в два раза больше времени тестировать, и вот все увеличивается в два раза. И вот этот подход сейчас, ну, как мне кажется, уходит в историю. Сейчас все больше и больше, все более и более распространены подходы, когда и под мобильные устройства, и под обычные устройства делается одна общая версия, которая на разных устройствах просто выглядит по-разному. Это можно достичь несколькими способами. Например, с помощью резинового дизайна. Что такое резиновый дизайн? Это когда у вас все размеры заданы относительно от страниц. Например, ширина блока не 1000 пикселей, а 100%. И поэтому, когда у вас сайт открывается на маленьком устройстве с маленьким размером, то у вас этот блок тоже висается и становится маленьким. Соответственно, можно точно так же делать относительный размер шрифтов. Если у вас экранчик маленький, то шрифт маленький. Если экранчик большой, то шрифт увеличивается пропорционально. Ну, и вот эта вся история называется резиновым дизайном. То есть, когда у вас, вы, условно говоря, окошко браузера ресайзите, и у вас весь сайт тоже расплывается и сжимается. Это чуть более просто, чем делать адаптивный или отзывчивый дизайн. Его еще называют responsive. То есть responsive – это не резиновый, хотя они оба начинаются на R. И responsive – это адаптивный. В чем суть адаптивного дизайна? Суть в том, что ваше приложение не просто ресайзится от размера браузера, а может менять свою структуру. То есть, типичная история, когда у вас есть менюшка, ну, там, сайт-барк, заголовок, да, слева менюшка, справа контент и фузер какой-то. А когда вы ресайзите ваше окно и сделаете его маленьким, менюшка внезапно, хоп, исчезает и там уходит куда-нибудь вниз. Вот это все называется отзывчивый дизайн. То есть, когда на разных устройствах ваше приложение не просто сжимается, а именно меняет свою структуру. Какие-то блоки уходят вниз, какие-то блоки скрываются, там доступны по нажатию на менюшку выдвигающуюся, какие-то блоки еще куда-то там исчезают. Вот. Это чуть более, ну, чуть более тяжело делать, но это сейчас именно то, как разрабатывают мобильные веб-приложения сейчас. То есть, резиновый дизайн — это скорее немножко прошлое, как мне кажется, а отзывчивый и адаптивный дизайн — это уже вот наше настоящее. Вот. И после того момента, как доля мобильного трафика превысила долю дистопного, чаще всего разработка веб-приложений, в разработке веб-приложений используется Mobile First подход. Это когда сначала разрабатывается версия приложения для мобильного устройства, и только потом ее допиливают напильником так, чтобы на десктопах она выглядела нормально. То есть, если раньше в одновляющем большинстве случаев мы разрабатывали обычную версию, а потом на выходных допиливали до мобильной, то сейчас делают наоборот, потому что доля мобильного трафика выше. Вот. И есть еще такая тема, как прогрессивное веб-приложение. Это история о том, как быть, если некоторые возможности, ну, условно говоря, на мобильных браузерах не поддерживаются. Очевидно же, что, например, какие-то вещи, скорее всего, реализуются впервые в десктопных браузерах, чем в мобильных. Например, те же самые истории с 3D-анимациями. А на десктопах есть GPU, условно говоря, да, и там они работают более-менее плавно. Но а на мобильниках, на старых айфонах, там процессора мало. Если ваша страница начнет еще рендерить какие-то 3D-изображения с помощью CSS, то, скорее всего, ваш аккумулятор будет очень сильно раздряжаться. И поэтому логичным бывает, логичным кажется на мобильниках эту 3D-анимацию, например, отключать. Вот эта история и есть, как Grateful Degradation или Progressive Enhancement. Это две вещи, как, ну, это про то, как делать веб-приложения, чтобы они на более мощных устройствах, на более, в более современных браузерах использовали все, весь спектр, скажем так, возможностей этих браузеров. То есть и все 3D-анимации, трансформации и прочие вещи. А на устройствах и браузерах, которые эти вещи не поддерживают, просто их отключали. То есть ваш сайт работает на всех устройствах, но на более новых, на более производительных он работает лучше. С использованием каких-то улучшений, enhancement. Вот. И Grateful Degradation это та же самая история, когда мы, ну, наоборот. Ну, то есть там способ, как эту вещь делать. Либо сверху вниз, сначала разрабатывать максимально работающую версию и отключать нужные вещи на тех устройствах, которые они не поддерживают. А Progressive Enhancement это наоборот. Это когда мы разрабатываем версию, которая работает везде, но потом для тех устройств, которые поддерживают еще что-то, добавляем еще что-то. Вот. Это просто способы, как это делать. То же самое, как Desktop First и Mobile First. Начинаем с мобилок, доделаем до достопов. Начинаем с достопов, доделаем до мобилок. Вот эти две вещи о том же самом. Ну, в общем, это такой, скажем так, общий взгляд. Как же это делается более, более, ну, ближе к практике? Все, как бы, то, с чего начинается разработка мобильных приложений, это вообще определение возможностей устройства. То есть вот мы говорили, если что-то там поддерживается, то делаем так, если что-то не поддерживается, то делаем иначе. А как это понять, поддерживается или нет? А какой тип устройства? Это экран часов, это дисплей на компьютере, это телевизор, это микроволновка. Авиоприложения можно использовать на микроволновках. И Facebook, например, очень хорошо там выглядит. Они подумали об этом. Вот. Какова плотность пикселей? Какое разрешение у дисплея? Какой размер устройства? Либо это какой-то iPhone, iPad, большой, 120 FPS, который больше, чем мой MacBook, либо это маленький какой-нибудь что-нибудь, маленький мобильный телефон Sony Ericsson. Вот это вот все. И многое другое, на самом деле. Очень много характеристик устройств, браузеров, которые нам важны, и нужно понять вообще, какие они есть. Та же самая история, то есть вот почему верстать нам веб-приложения сложно, потому что спектр устройств очень разный. Есть и телефон, и телевизор, и надо делать так, чтобы ваши веб-приложения отображались на них одинаково. В общем, самый простой способ добавить в ваше приложение чуть-чуть адаптивности, это использование медиа-квери, медиа-запроса. Медиа-запросы – это способ тестирования, поддержки каких-то базовых возможностей навигатора, ну, приложения, браузера и устройства, на котором запущено ваше приложение. Синтаксис в CSS – это часть CSS. В CSS – это синтаксис выглядели так, ключевое слово собакомедия, допустим, screen and max width – 1900 пикселей, и внутри мы можем сдать какие-то стили. То есть можно определить, поддерживаются ли цветные экраны, либо только черно-белые. Можно условно мин-девайсы спектратию использовать и понять, широкоформатный это экран или нет. На самом деле ключевых слов множества можно, например, делать разные стили для разных тип устройств. Например, для проектора одни стили, для смартфонов другие стили, для телевизоров третьи стили. Ну, там телевизоры необычно большие, можешь там больше таких сделать. Вот. Есть устройства для слабовидящих, да. Есть устройства, у которых нет дисплея, которые пользуются веб-приложениями, ну, там, через слух. И таких, скажем так, ну, такие люди тоже есть, нельзя про них забывать. Есть очень популярная вещь, как медиаховер. Это проверка того, работает ли на устройстве ховер. А как бы на ваших мобильниках как бы нет курсора, поэтому если вы, условно говоря, делаете какой-нибудь дропдаун, который по ховеру раскрывается, то на ваших мобильниках внезапно это не будет работать. Соответственно, возможно, стоит для таких устройств, которые не поддерживают ховер, но это какие-то другие стили, делать дропдаун всегда открытым, например. Вот. Еще более интересная возможность, это проверка того, есть ли вообще курсоры, какой он точности. То есть, если у вас это какой-нибудь, ну, компьютер, у него есть курсор, вы можете навести на кнопку, на ссылку, прям точно и нажать на нее, да. Соответственно, если pointer fine, это мышь или стилус, то можно сделать все кнопочки, допустим, на какой-нибудь обычного размера. А если вы используете какой-нибудь тачскрин, который управляется пальцами, то если у вас там маленькая кнопочка, то попасть на нее становится сложно. И вот pointer cores, это значит, что это тачскрин управляемый пальцами. То есть у них ни курсор, ни точка, а область какая-то, куда вы кликаете. И поэтому для таких устройств можно сделать кнопки размером чуть-чуть побольше, например. Вот. Соответственно, использовать медиазапросы можно не только в CSS синтаксис, но и в HTML синтаксисе. То есть пишем link real, style sheet и в атрибуте медиа указываем, для какого типа устройства это все загружать. Соответственно, если у вас есть какая-то версия сайта для вертикальных экранов, ну, для портретного режима и версия сайта для какого ландскейпного, ландшафтного режима, то можно подгружать просто различные CSS файлы. Не грузить в два раза больше стилей для разных типов устройств, а загружать только тот или только другой. Вот это поможет вам сэкономить трафик, да? А можно ли здесь ворачивать? Можно. Чуть-чуть позже, порта как. Но сложно. Вот. Кроме этого, ну, в общем, медиазапросы, они тестируют... Медиазапросы, они тестируют именно характеристики устройства с точки зрения размера, там, того, что это за устройство, какие у него возможности. А есть еще такая CSS-директива, как supports, которая позволяет протестировать, поддерживая ли какие-то CSS-свойства в устройстве. То есть, например, если у вас в браузере поддержатся флексы, то можете CSS-supports, Display Flex и добавить какие-то стили для флексов. А если флексы не поддержатся, то какой-то более там fallback на disposition absolute и float left какой-нибудь. Ну, в общем, такие вот вещи. То есть, у supports очень хорошая поддержка. То есть, на самом деле, supports поддерживается сейчас почти во всех браузерах. И поэтому можно не размениваться и не выбирать, а будем ли мы юзать гриды или не будем. А юзать их, но обернув в supports. А если supports нет, то делать какой-то более простой лей-аут вашего приложения, но на более старых технологиях. То есть, вот такая история. Соответственно, из JS можно использовать эти вещи. Вообще, в JS есть очень большой такой клевый глобальный хост-объект CSS, в котором есть много клевых интересных методов и свойств. Windows.css. Соответственно, можно из JS проверить поддержатся ли флексы вот таким образом. CSS.supports, Display Flex. Вот. И в зависимости от этого уже в JS каким-то образом что-то там обрабатывать. Вот. Это все немножко про стилю про то, как задавать, ну, про то, как верстать. Есть еще более сложные вещи, которые следует учитывать при работе с разными типами устройств. На самом деле, это не только для мобильных устройств актуально, но и для десктопных тоже. Такая вещь, как область просмотра или вьюпорт. Типичная ситуация. Многим из вас знакомы. Открывайте сайт на мобильнике, он независимо какой-то маленький. Вот. Что это делается? Почему это происходит и что это такое? Это все из-за того, что у браузеров на мобильных устройствах есть такая вещь, как вьюпорт. Вьюпорт это, по сути, ну, область, в которой ваше приложение отображается, вип-приложение. Вот. У смартфонов количество пикселей такое же, как и у десктопов. Вот, например, у Сергея сидит на первой парте 4К. Примерно в 4 раза больше, чем у меня в браузере, чем у меня на маке. И очевидно, что, как бы, с точки зрения браузера непонятно. А, как бы, экран маленький, а пикселей много. И как отображать веб-приложение в этом случае? То есть, либо его делать широким на 4 тысячи пикселей. Вот мы сделали в медиазапросе. В медиазапросе сделали, условно говоря, max-вид 1900 пикселей. Так вот, у меня на моем компьютере этот медиазапрос не сработает. Ну, типа, если ширина большая, то, допустим, сделаем менюшку на весь экран, а не на половину экрана. Ну, что-нибудь такое. Так вот, а если меньше, то будем, типа, считать, что это мобильное устройство. Ну, то есть, так работают медиазапросы. Если ширина устройства большая, то мы, как будто бы это браузер, а если ширина маленькая, то это как будто бы мобильник. Так вот, вот этот способ с таким числом у меня на компьютере покажет мобильную версию, а у него на телефоне десктопная, потому что пикселей больше. И вот именно с этой вещью связана такая вещь, как вьюпорт. То есть, как браузеру понять, какой на самом деле размер устройства, на котором открыли, и как отображать сайт, либо считая реальные пиксели, либо считая какую-то там ширину в сантиметрах. Так вот, есть такой метатэк-вьюпорт, который указывает браузеру, как это делать. То есть, мы можем ему задать, ну, то есть, внутри браузера сейчас, условно говоря, какой-нибудь вид, inner-вид в Windows есть свойство inner-вид, которое указывает, сколько пикселей ширина. Так вот, оно может равно быть либо реальному значению пикселей на устройстве, то есть 4000, ну, сколько там, 2000, как у на Samsung Galaxy Note S8, либо 1000 пикселей, как у меня на моем стареньком добром MacBook Pro 2013 года. Или задавать ширину в пикселях относительно реальной ширины устройства. Так вот, это вот вещь, которая должна быть на всех веб-сайтах, вообще на всех, потому что на тех, которые поддерживают мобильные устройства, вот это такой метатэк. То есть, первое, с чего вы должны начать, когда вы добавите в свои сайты поддержку мобильной верстки, это вот этот метатэк, который указывает, по сути, чему равна ширина устройства, потому что она равна девайс-вид, а не что-то там другу, а не просто вид. То есть, вид равно вид, это в пикселях, а вид равно девайс-вид, это именно относительно ширины устройства. И какой-то initial scale равно один, то есть начальный зум. То есть, например, на этой истории initial scale маленький, то есть у вас, и вы можете его поскейлить, вот слева. А можно задать какой-то фиксируемый scale и открыть ваше веб-приложение уже за зумленным до нормального расширения. Или можно, например, запретить scale, то есть user scalable 0 запрещает, ну, растягивать ваше приложение. Это может быть полезно, если вы делаете, допустим, игры. Как бы никому не придет в голову поскейлить обычные нативные игры. Ваши игры, ну, якобы, ну, тоже не должно быть возможно scale. Можно указать также минимальный, максимальный размер зума. То есть, если вы хотите, чтобы ваше приложение scale, но, допустим, не больше, чем в два раза, ну, вот внезапно вам такое захотелось, то можно использовать эти атрибуты. Вот, то есть этот метатег говорит браузеру о том, как именно интерпретировать, как именно считать размер устройства. Либо по настоящим пикселям, либо по ширине, по реальным размерам. Вот, точно такую же вещь можно задать в CSS. Есть CSS-правила в e-port. Тут, по сути, ну, примерно те же самые свойства, ну, только немножко другого, ну, по-другому называется, но смысл у них тот же самый. То есть можно это задать на уровне метатега, а можно задать именно в CSS-правилах. Вот. Пользуйтесь, знаете. А мы начали говорить о пикселе, да? А что мы с ними субботом делаем? Что? Мы уточнили, что ширина у нас равняется этому, там, хай-тегу. Ну, вот смотри, если, вот без этого метатега ваше приложение откроется вот так. И, соответственно, все ваши медиазапросы будут работать неправильно. Они будут считать то, что пиксели в ширине, на самом деле, 4000, а не 500, как на новых айфонах. Вот, а если мы указали это свойство, то теперь медиазапросы будут работать правильно и будут считать, как бы, не настоящие физические пиксели, а те пиксели, которые, ну, в ширину экрана. Understand? Нет? Ну, смотри, давай я расскажу про это. На самом деле, наверное, стоило эти слайды немножко поменять местами. Возможно, я в следующем семестре так и сделаю, потому что логически надо сначала сказать про это, про типы пикселей. На самом деле, когда мы говорим про веб-приложения, у нас надо уточнять, какие именно пиксели мы имеем в виду. Существует три типа пикселей. Это аппаратные пиксели, аппаратные независимые пиксели и пиксели CSS. Так вот, аппаратные пиксели – это пиксели, которые физически реальны на матрице дисплея. То есть, когда мы говорим, что смартфон Samsung Galaxy Note 8 имеет 4К, то это на самом деле, что у него там, условно говоря, сколько-то там 2000 пикселей на матрице по горизонтали, 2000 пикселей по вертикали. Ну или сколько там, я не шарю, как бы. Сорян, у меня Xiaomi за 5000. Вот. Именно вот эти физические пиксели, они определяют именно расширение физического вашего монитора. То есть, ретина это или не ретина, например. Вот у меня не ретина, у меня мало пикселей по горизонтали, а на ретине их больше. Но размер-то тот же самый. Так вот, есть такие вещи, как аппаратные независимые пиксели. Это пиксель дисплея, приведенные к единому масштабу. То есть, условно говоря, если у меня есть, как бы, ноутбук, и я, ну, мое лицо, я сижу, условно говоря, 50 сантиметров от дисплея. И если есть, условно говоря, какой-нибудь проектор, который, по сути, ну, как бы чисто, ноутбук рядом, а проектор далеко, но размер у них одинаковый. Очевидно, что нам на ноутбуке надо показать шрифт, допустим, 24 пикселя высотой, ну, реальных, если брать. А на проекторе, условно говоря, реальных, там, 500 пикселей надо высотой, чтобы буквы были одинакового размера. Чисто, ну, восприятие. Понимаете, о чем речь, да? То есть, угол зрения, чтобы был один тот же. Если на проекторе вот эти, там, пиксели физических, их, как бы, я даже не рискну оценить, там, допустим, 5000 пикселей в высоту физических. Вот. Но это не значит то, что на самом деле это большой экран, потому что вы сидите далеко от него, и поэтому буквы должны быть большого размера, чтобы вы их нормально видели. Так вот, аппаратно-независимые пиксели — это пиксели, приведенные вот к такому единому масштабу. То есть, если у вас телефон рядом, а проектор далеко, но они примерно одинаково выглядят по размерам, то они имеют одинаковое количество аппаратно-независимых пикселей. Так вот, пиксель CSS — это на самом деле единица измерения верстки, которая может быть равна либо вот этому, либо вот этому. То есть, когда мы говорим, когда мы говорим хейт два пикселя, это может быть либо два реальных пикселя физических, либо два пикселя вот таких вот универсальных, проведенных к общему масштабу. То есть, это может быть, если у нас на самом деле летит на дисплей, у него пикселей как бы в два раза меньше, то хейт два пикселя — это на самом деле 4 на 4 реальных пикселя. Вот. То есть, CSS-пиксели и реальные пиксели, они могут не совпадать, а могут и совпадать. То есть, вот, у нас есть третийный дисплей, у нас есть нормальный дисплей. Вот. Но в CSS-пиксели и там, и там 400 на 300. И прямоугольник одинакового размера по умолчанию, потому что это логично. Было бы странно, если бы на летит на дисплей этот прямоугольчик был бы очень маленький. Вот. Та же самая проблема, например, с чтением текстов. Когда мы открываем какие-нибудь тексты на летит на дисплеях, они становятся очень маленькие, потому что там пикселей много, как бы, и можно их отрисовать в маленьком прямоугольничном, их много, но они мелкие, потому что экран все равно одного и того же размера. И именно поэтому вот там на летит на дисплеях иногда сильно мелкий текст, условно говоря. А на дисплеях, которые там старенькие-старенькие, на электронную лучшую трубку, там все буквы большие, их маленьким не сделать, потому что пикселей физических мало. Так вот, вот этот метатег, возвращаясь обратно, говорит, чему равны CSS-пиксели. Либо они, ну, как бы вкратце, на самом деле он еще больше много чего делает, но если в первом приближении, то он говорит, либо пиксели CSS равны вот этому, либо вот этому. И в зависимости от этого уже можно работать с вашим веб-приложением. То есть можно через CSS задать соотношение между реальными пикселями и CSS-пикселями. То есть там специальное свойство есть пиксель. Не помню, как оно называется, но, в общем, можно через CSS-пиксель задать. Можно также через JS, window.что-то там, не помню название свойства, но можно присвоить пропорции между реальными и CSS-пикселями. И вот эта история, она, ну, в общем, они надо знать, иметь в виду, когда мы разрабатываем, ну, для разных типов устройств. Я ответил на твой вопрос или еще нет? Нет. Отлично. То есть пока все понятно по этой теме? То есть когда мы работаем, на самом деле это не касается только телефонов и компьютеров. То есть, например, даже между компьютерами есть ретинодисплей, есть нейретинодисплей. Когда мы открываем наш сайт, условно говоря, на телевизоре, в котором там 16к, то там внезапно вся наша верстка может тоже поехать. И надо понимать, почему она поехала. Потому что пиксели, настоящие пиксели, CSS-пиксели, они могут не совпадать друг с другом. Вот. Очень хороший доклад. Очень хороший. Да? Постоянно. Что? У нас же дизайн-система, у нас жесткие фиксированные шриты, у нас жесткие фиксированные маржины, фабрики, все у нас. У нас всякие активные фиксированные фиксированные. Допустим, ладно. Допустим, шрифтаем чуть позже. Картинка. У картинка же, как бы, количество пикселей по горизонтали вертикали фиксировано. Соответственно, например, для устройств нормальных можно грузить картинку 1440 реальных пикселей. Ну, картиночных. Ну, как? Ну, реальных пикселей в картинке. Вы понимаете, что это, да? Не надо никому объяснять все то, что это типа пиксели, квадратики. Вот, допустим, для нормальных дисплеев грузим 1440 на 900 пикселей, да? Она отображается такого размера. А если мы эту же картинку ставим сюда, то она внезапно станет, ну, в два раза меньше, в два раза уже. Потому что, как бы, у картинки пиксели физические, а у нас в CSS CSS пиксели. И вот что с этим делать? То есть надо задавать для ретины какой-то множитель, либо что? Можно для ретины грузить картинку, в которой больше пикселей. И через, например, медиазапросы проверять, какая это картинка. Или, например, через JS проверять, какая это картинка. На самом деле есть специальный тег-пикчер. То есть есть теги и МГ для картинок. А в новой версии HTML5 ввели специальный тег-пикчер, внутри которого можно засунуть несколько имвов. И браузер в зависимости от… Ну, и там указать медиазапросы, по которым эти имиджи грузить. Там я не успел сделать слайд с этим примером, хотя хотел. Ну, то есть, по сути, там работает примерно так же, как и вот с этой историей. То есть и МГ, хреф равно… СРЦ равно что-то там. И там задали, что если это ретина, то грузим такую картинку. А другую картинку грузим для ней ретина. И браузер же сам внутри себя подгрузит нужную картинку в зависимости от характеристик устройства. Вот. С шрифтами. Разработчики шрифтов… Ну, шрифты… Ну, вообще, шрифты – это сложная история. И как бы ясно, что шрифты хранятся в каком-то формате. И этот формат может быть либо векторным, либо растровым. Бывают шрифты растровые. И вот для таких шрифтов очень важна именно размер, ну, реальный размер, до которого вы его, условно говоря, отобразите. То есть нельзя просто так для любого шрифта задать хейт равно 700 пикселей и надеяться, что буква отобразится нормальная, а не будет разъезженная. Вот. Есть, скажем так, шрифты, которые работают почти как SVG, и они скейлятся для разных размеров по-разному, а есть шрифты, которые работают не таким образом. И там есть четко заданные, допустим, ну, по сути, нарисовано по три версии каждой буквы. Для 12 пикселей, для 16 пикселей и для 24 пикселей. Аппаратно-независимых, которые… Ой, не аппаратно-независимых, а физических. То есть и браузеры в зависимости… Ну, браузер, там, другие программы, которые отображают буквы, они в зависимости от настоящего размера, который мы хотим, выбирают либо ту версию картинки, условно говоря, как бы либо другую, либо третью. Так вот, шрифты рисуются в пикселях настоящих. А мы должны из CSS-а понимать, как с ними правильно работать. То есть если мы зададим, условно говоря, в CSS-е 15 пикселей, то у нас возьмется картиночка с 14 пикселей, чуть-чуть расширится, там появится, конечно, какая-то блюр, какие-то там сглаживания, вот это все. Но будет результат немного другой. То есть в рабочих шрифтами все равно от пикселей никуда не уйти, потому что сами шрифты, они основаны на пикселях чаще всего. Но не всегда. Сумбурно немножко. Я не силен в типографике, сорян. Хейт 300 пикселей на ретине и на нормальном дисплее будут выглядеть одинаково. Если мы не переключили браузер, режим, когда это не так. А есть про всякие VH? VH, VH и вообще относительно единицы измерения. Все знают, что такое VH, VH? VH и VH – это единицы измерения в CSS. То есть есть пиксели, есть AM, есть REM, есть FH, есть еще там, на самом деле, их 30 штук. Вот VH и VH – это единицы измерения, которые в процентном соотношении от высоты и ширины экрана измеряются. То есть 100 VV – это размер, равный всей ширине вашего V-порта. Вот 100 VH – VH – это WH. Это размер, равный всей высоте вашего V-порта. Соответственно, можно задавать, если мы хотим, чтобы какой-то диф был вот точно 50% от ширины экрана, то мы создадим вид с 50 VH. И вот вообще, что бы ни произошло, он всегда будет половиной экрана. Даже если мы зазубим страницу, даже если мы, условно говоря, радистскому элементу зададим какой-то фиксированный размер, то есть 50% – это проценты от радистского элемента, а 50 VH – это всегда 50% от всего размера. Так вот, относительные единицы измерения использовать можно, но слишком специфичные кейсы, на самом деле, когда их использовать правильно. Наверное, Марина вам бы более подробно рассказала, но если мы делаем резиновую верстку, флюид, то там как раз-таки используются чаще всего именно вот такие вот единицы измерения. То есть растягиваются, сжимаются элементы интерфейса, именно вот относительно размера вашего приложения. Но для адаптивной верстки, ну вообще, как бы используются чаще всего не такие единицы измерения. Для шрифтов есть специальные единицы измерения для шрифтов, эмы и ремы. Они там работают немножко по-другому, чуть-чуть сложнее, но для шрифтов, ну типа хороший тон, используют именно их. Вот. Вот, дема и рема. Да. Я только сказал, что тоже дайте мне, то есть, когда резиновую через процесс, у нас получается ручно-дрежная по оси, то есть, когда я дайте это, это получается полностой. Если мы через ВК, мы можем задать все размеры главный шрифт, задать через ВК, все остальное задать через Е. Да. Допустим, что у нас жесткий взгляд, у нас размер шрифтов, это же так масштабируется и грамма, и получается, что у нас тут все прекрасно, как. У нас в игре, у нас игры взводные кейсы, если мы жрали страницу, у нас не просто. В игре нет, наверное. Не знаю. А что у вас за игра? Ну, условно говоря, это ты у меня уже спрашиваешь про то, как расположить элемент интерфейса на большом экране и на маленьком. Да? Наверное, с этим вопросом лучше к Митя Сачеку, потому что это уже больше такой, ну, не версочный вопрос, а именно интерфейсный. То есть, если у вас экран большой, то можно все расположить сверху и снизу. Если экран маленький, то можно все расположить по бокам. Вот. Как это сделать с помощью CSS? Ну, можно по-разному. Можно с медиазапросами задать разные положительные абсолютно и разные позиции элемента на странице. Можно как-нибудь по-хитрому, по-резиновому, но, наверное, это не самый лучший выбор для игры. Мне кажется. Ну, то есть, возможно, ну, опять же говорю, более хороший способ делать разные версии приложения для разных устройств, это использовать адаптивную верстку, а не резиновую. То есть, для больших устройств один layout, для маленьких другой. Вот. Но можно и резиновую верстку, и, в принципе, то, как ты описал, это работает, ну, так это и работает обычно, так это и делается. Буквально вчера я точно такую же вещь делал у себя на работе. Вот. Так что, без проблем. Может, делайте так и так, да. Если работает, то делайте. Вот. Как бы, в зависимости от того, какой у вас именно дизайн. Если он резиновый, именно резиновый, то есть на всех устройствах выглядит по-разному, просто скейлится, то тогда используем относительно единственное измерение, рем и м, и вот это все. Если у вас адаптивная верстка, то тогда там уже не относительно абсолютно единственное измерение, пиксели, и м и рем тоже, но там, где базовый размер шрифтан задан через пиксели, а не через вх, вх, вх и вв. Как-то так. Вот. Еще есть вопросы по этой теме? Вот. Очень хорошая статья. Там написано про оптимизацию графики для ретина экранов, но в целом там как бы ну вообще про оптимизацию графики, про то, как, ну чуть более подробно, чем то, что я вам сейчас рассказал, с примерами, с картинками, с эту всем очень почитать, она очень интересная и прикольная. А мы движемся дальше. Как бы окей, круто, наше веб-приложение выглядит круто и на десктопах, и на мобильниках, но как бы люди же на него не смотрят, люди с ним взаимодействуют. И возникает очень большая проблема, как обеспечить именно, как работать с мобильными веб-приложениями, ну именно как они должны работать, потому что отличий от десктопа очень много. Например, на десктопе есть курсор, а на мобильниках нет курсора. Соответственно, ваши дропдауны, которые по ховеру что-то там раскрываются, они уже не будут работать на мобильниках. И таких отличий, на самом деле, очень много и, ну, стоит о них знать, ну важно о них знать, чтобы делать крутые веб-приложения. Самые базовые такие насущные проблемы, которые возникают, если мы хотим делать веб-приложения, чтобы они работали как нативные, это вот они перечислены здесь. Запак событий, 30 секунд задержка, бла-бла-бла, непонятно. Давайте чуть более подробно о том, что такое запак событий. Для реакции на события мыши, то есть мы клацаем что-то там, в джессе есть события. Все мы их знаем, это маус-даун, маус-ап, какой-нибудь клик, дабл-клик, контекст-меню это клик на правую кнопку, ну и можно маус-овер, маус-аут, маус-мав, то есть навели что-то там, мышку, убрали мышку с элемента, срабатывает события. Это маус-ивенс. Для устройств с тачскрином там мышки нету, соответственно, там события немного другие. Там события touch-start, touch-move, touch-cancel, touch-end. То есть начали мы ну как бы touch, события touch-а, двигаем мы вот, ну при расслонении пальцев к экрану и начинаем двигать. Отменили события touch-а. Когда это происходит? Когда мы взяли и зажали что-то, и у нас открылось, словно говоря, контекстное меню, то по сути это как бы touch-cancel. То есть мы не кликнули по странице, а просто кликнули ну куда-то там. Хотим в input вставить текст. Что мы делаем? Мы зажимаем пальцем. Это не touch, который нужно обработать браузеру, а вот именно нативные touch-системы. Touch-end это мы подняли палец устройства. Соответственно, там же есть и клик. Это просто еще дополнительный клик. Срабатывает это, когда мы сделали touch-start, а потом touch-end, условно говоря. То есть взяли и просто прикоснулись. Это клик. А если мы долго зажали, то это уже не клик, это touch-cancel какой-нибудь. То есть, а есть еще такие вещи, как pointer-event. Взяли ребята, взяли mouse, взяли touch, pointer. Вот та же самая история. Это разработчики Microsoft, кстати, ввели эту спецификацию, они сделали очень правильно. Они взяли все события, привели к единому знаменателю. То есть, были pen, touch, mouse, взяли общую вещь, pointer, назвали их pointer, указатель. И появились еще некоторые события, pointer, down, pointer, up, pointer, cancel, move over, out, got pointer capture, last pointer capture, это когда мы работаем с pointer capture API, то есть, мы захватываем курсор, можем захватить курсор браузера. Вот. И как с этим работать, непонятно. То есть, хоп, хоп, на что подписываться, на что не подписываться, хотим обработать клик по кнопке, а как бы, а вот на мобильниках клик не работает внезапно или что-нибудь еще такое. Хотим делать перетаскивание. Вот ты там подходил ко мне с вопросом, как организовать drag and drop. На компьютерах он работает, а на мобильниках не работает, потому что внезапно на компьютерах мы подписались на mouse down, да, а на мобильниках нет mouse down, на мобильниках pointer down или touch start какой-нибудь. То есть, нужно понимать, на что подписываться. Если мы хотим делать веб-приложение, которое работает и на десктопе, и на мобильнике, то вот нужно понимать, что нужно подписываться на более чем одно событие. Например, у нас в почте есть специально такое кастомное событие, называется tab, которое вот под общие заданияки приводят вообще все три, все возможные события, и кастомные, и не кастомные, и вот мы везде, где нужно, подписываемся на tab, а не на клик. Это работает, ну, типа, ну, вот, это типа tab, который универсальный, такой общий. Вот, соответственно, вот именно с этой историей возникает больше всего проблем на самом начале. То есть, мы хотим сделать, условно говоря, какой-нибудь drop down, да, а в drop down у нас есть, ну, мы можем, если пунктов много, то там появляется scroll, и нужно их скроллить. А как их скроллить? На устройствах с мышкой мы можем просто навести мышкой и проскроллить именно, ну, колесиком. А на мобильниках нет колесика, на мобильниках скролли, там мы поставили палец на экран, провели вниз и подняли палец с экрана. А непонятно, что это, это клик, или это мы скроллим, вопросы. Вот, соответственно, как это все дело решать? Point Revens, вот, поддержка, поддерживается почти везде, кроме Firefox. То есть, казалось бы, чуваки придумали крутую вещь, но ее не везде реализовали, поэтому полагаться только на нее нельзя. Вот, это одна из проблем, которая возникает, когда мы начинаем разрабатывать под мобилки, ну, или под устройство с сенсорным экраном. Это как бы не только мобилки, это могут быть и компьютеры, в которых сенсорный экран, там все те же самые проблемы возникают. У нас внезапно есть и маус, и поинтер, и еще что-то, и в общем проблема, проблема, что делать, сложно, сложно. А еще другая проблема, как бы, вот, скажу вам факт, факт, между событием touch, вот, как происходит клик. Мы сделали маус down, маус up, а потом пришел клик. То есть, если отлавливается событие на каком-нибудь элементе, то у нас сначала сработает маус down, потом маус up, а потом клик. То есть, мы нажали, отпустили, сработал клик. Почти сразу. То есть, отпустили, сработал сразу маус up и клик сразу же. Так вот, на устройствах с сенсорным экраном после события touch end событие клик происходит только через 300 миллисекунд. То есть, если мы хотим, условно говоря, по нажатию на экран стрелять куда-нибудь, то мы выстрелим только через 300 миллисекунд, после того, как мы отпустим палец. И какой-нибудь, условно говоря, враг, он уже будет в другом месте. Почему так происходит? Загадка. Кто-нибудь знает ответ? У кого-нибудь есть идея, почему так происходит? А что такое мисклик? Вот у меня браузер, вот там кнопка, я хочу на нее кликнуть. Я хочу на нее кликнуть. А там 300 миллисекунд каких-то. Зачем? Мы повесили обработчик на клик. Мы нажимаем на кнопку, она кликается только через полсекунды. Что-то сайт лагает. Какая анимация кнопки? А зачем тогда в обычном браузере эту вещь не делали? То есть, в обычном браузере мы отпустили палец, и кнопка сразу кликнулась. Ну, там, курсор. А в мобильном браузере прошла какая-то половина секунды, и вообще непонятно. То есть, мы закрываем экран, когда нажимаем. То есть, мы нажали, нажали палец, и увидели. Нет, на самом деле это... Что? Например, да, это раз. То есть, на самом деле, непонятно, это мы кликнули, это мы хотели просто увеличить страницу. Например, на iOS можно увеличить страницу браузера. Дважды кликнули, ну, на любом мобильнике. Взяли, дважды кликнули, у нас страничка заскейлилась. Например, на iOS это происходит, даже если мы указали User Scalable 0. То есть, мы запретили через метатег скейлить нашу страницу, но мобильный Safari такой, на самом деле, это он первый предложил этот метатег, и он же и ему не использует. То есть, разработчики Safari сказали, давайте дадим возможность пользователю запретить, разработчику запретить скейл нашей страницы. Придумали свойства и сами же его не используют. В общем, веселые чуваки. Да, поэтому непонятно, когда мы подняли палец, это у нас был именно клик, либо мы просто хотели дважды поскейлить нашу страницу. Другой кейс, о котором обычно вспоминают раньше, но не вы. Видимо, вы, у вас какие-то особые отношения со скроллами, я смотрю, у всего потока, то есть непонятно, мы отпустили, как бы, мы либо скроллим, мы можем нажимать, короче, когда мы приставляем палец к экрану, непонятно, что мы хотим сделать. Мы либо хотим клацнуть на него, либо мы хотим проскроллить его. Соответственно, вот эта задержка, она служит для того, чтобы понять, а мы скролли или не скроллили. То есть, что происходит, когда мы ставим палец? Происходит событие touch start, потом мы скроллим, происходит событие touch end. И непонятно, это был клик или scroll. Соответственно, вот для таких всех вещей существует такая вещь, как 300 миллисекундная задержка между событием touch end и клик. То есть, для того, чтобы отлавливать дабл тапы, для того, чтобы отлавливать вот эти все скроллы, вот эти все свайпы и прочие-прочие штуки. И это очень большая проблема, например, когда вы разрабатываете игры или когда вы просто вешаете обработчик на он клик. Физический клик происходит через 300 миллисекунд и кажется, что приложение лагает. Хотя на самом деле эта операционная система пытается определить, это обычный клик либо необычный. Так вот, существует много способов, как от этой задержки избавиться. Вам, ну, если вы делаете какой-нибудь шутер, то вам эта задержка не нужна. Вы хотите, чтобы клик происходил сразу же, как только вы его сделали. Можно повеситься на события touch-end, например, да, то есть как только мы подняли, ну, подняли, как только мы подняли палец дисплея, можно считать, что это был клик и выполнять какое-то действие на это действие. Но, опять же, тогда, если мы дважды хотели тапнуть, то, ну, хотели дважды тапнуть и заскелить страницу, но на самом деле у нас произойдет два клика в этот момент. Это не то, что мы хотели. А вот можно свои собственные события кастомно придумывать, то есть вешать обработчики и на touch-start, и на touch-end, как бы где-то там считать, сколько времени прошло от touch-start до touch-end. А если это маленькое время, то считать, что это клик и диспатчить события клика, ну, наши какие-то кастомные сразу же. А кроме того, если мы подписывались на события нативного клика, то нужно будет тогда отписаться от событий нативного клика, то есть сначала происходит наш кастомный клик, потом наш нативный клик, или непонятно, сколько много кликов, короче, проблема. А кроме того, на устройствах с сенсорными экранами есть такая проблема, как несколько пальцев, multi-touch. И тут уже вообще проблемы возникают. Блин, я нажал, ну, кто-то там внезапно взял и положил все пальцы на экран. И все сразу же отжал. И у нас произошло 10 событий touch-end. И мы такие, господи, это было 10 кликов, что делать, куда стрелять, проблемы. Короче, когда мы разрабатываем под мобильные устройства, возникает много таких интересных нюансов. Ну, скорее не мобильные, а именно устройства с сенсорными экранами. А так как у нас у всех мобильники с сенсорными экранами, то нужно понимать, как с этим работать. Так вот, есть специальное свойство в себя сессии, называется touch-action. Оно позволяет, ну, скажем так, дать, ну, описать, какие события touch-screen можно выполнять с нашей страницей. Например, touch-action manipulation, ну, это обычный, ну, как бы убирает эту миллисекундную задержку. Мы говорим браузеру, что вот эту страницу пользователь не будет зумить, а будет делать с ней то, что он с ней реально делает. То есть двойной клик это реально двойной клик. Можно, например, взять и разрешить pinch-zoom, то есть разрешить нативные увеличения, ну, двумя пальцами, и не обрабатывать эти события именно JS. То есть, когда мы делаем зум, то браузер не будет, ну, условно говоря, иметь никакие события. Ты так на меня смотришь, как будто бы я брехню говорю какую-то, нет? Просто Марина с этим лучше шарит, но она любит мобильный сафари очень сильно, и она просто его обожает. Она вот с этим прям, а, она вся обмазалась touch-action. Короче, а я с этим чуть-чуть меньше работал, но тоже работал. Короче, вот эти свойства позволяют указать, какие события отлавливать JS, а какие события отдавать на откуп операционной системе. То есть, понятно, что есть какие-то нативные события операционной системы, те же самые свайпы, а есть JS-ные события, которые можно выработать с помощью JS. Вот. Ну, и на самом деле есть еще много других способов, например, много других способов обработать эти вещи, о нем чуть-чуть позже. Вот. Какая еще проблема? Проблема еще в том, что чего-то не хватает. Когда мы делаем мобильные веб-приложения, мы хотим, чтобы они работали так же, как нативные, мы подразумеваем, что, ну, нужно как-то сделать, чтобы можно было делать стандартные вещи в веб-сайте. То есть, в обычных андроидских приложениях можем свайпать что-нибудь влево-вправо, мы можем даблтапать вот это все добро, мы можем поворачивать пальцами, да, а в джессе эти все события в браузере по умолчанию их нету, мы не можем взять и добавить в аддевент лиснер он свайп, потому что события свайпа нет в браузерах как такового, и приходится это событие эмулировать с помощью джесса, то есть, отлавливать события touchstart, отлавливать события touchend, понимать, что мы вот между этими двумя событиями палец передвинулся, условно говоря, влево, также высчитывать скорость, с которой он передвинулся, то есть, если мы медленно двигаем, то это, скорее всего, не свайп, а если мы быстро двигаем, то это, возможно, свайп, а если rotate, а если zoom, double tap, вообще проблема, мы взяли такие, double tap, превратили в два обычных клика, а потом мы хотим еще добавить double tap, как double tap, и, короче, много всяких интересных историй возникает, как это все привести к единому знаменателю, то есть, мы хотим, например, если у нас веб-приложении это какой-нибудь, условно говоря, графический редактор, что-нибудь внутри сайта увеличивать, например, или хотим по double tap открывать контекстное меню, ну, какое-то наше GS, вот у нас игра, и мы по double tap взяли, открыли контекстное меню и выбрали что-нибудь, в общем, карты зумить, да, то есть, открыли Google карты внезапно, не через Google карты, а через browser, через Google Chrome, и хотим там зумить карты double tap, а у нас внезапно будут срабатывать браузерные double tap и увеличивать всю нашу страницу, только карту в два раза. Проблема. Короче, как это все делать? На самом деле не существует никаких, то есть, это можно сделать только написав свои собственные реализации этих событий, то есть, именно вот эту всю логику по отработке всех pointer down, pointer start, всего-всего-всего, написать самому на JS и, в общем, симулировать с помощью JS, написав много кода вот эти события, ну, именно вот как-то так по-хитрому. Очевидный, скажем так, недостатки этого решения в том, что это все-таки не нативные события, то есть, ясен пень, что мы у себя в JS не сможем симулировать прям идеальный свайп, чтобы он работал точно так же, как на iOS или, условно говоря, точно так же, как на Android. А учитывая то, что на iOS и на Android они работают по-разному, то точно так же, чтобы везде он работал, вообще не получится. Но чуваки, есть чуваки, которые сделают это за вас и придумают такую библиотечку Hammer.js называется. Это одно из лучших решений на эту тему, на самом деле их как бы много, все пилят свои костыли, у нас постят свои костыли, где-то там в других компаниях другие костыли, но вот эта библиотечка, она позволяет делать эту вещь, то есть, мы можем взять и, допустим, вот с помощью такой синдекса повесится что-нибудь на свайп, то есть, он внутри себя отлавливает все эти touch start и touch end, а наружу выдает вот именно готовый свайп, условно говоря, можем по нему что-то выполнять. Ну и там есть также вот эти другие события, те же самые rotate, те же самые tap, ну, pann, то есть pann, это типа вот мы взяли и кликнули, он такой универсальный. У нас в почте это называется tap, а здесь называется pan. так вот элемент, взяли, передали элемент. Ну, то есть, да, в таком синдексе, если мы берем и отлавливаем, вот эмулируем эти все события в каком-то конкретном элементе, то есть, мы не хотим, чтобы всю страницу можно было зумить, но какой-то конкретный элемент можно позумить и, соответственно, вот мы взяли, то есть, вот какая-то такая либо, можно попробовать посмотреть, как ей пользоваться. Если вы особо крутые, чего можно попробовать посмотреть, как она работает, но я бы вам не советовал. Это слишком сложно. А? Настройки. Ну, там, ну, это либо, понимаешь, я не буду рассказывать, какие опции у этой либо, потому что это либо. Можно зайти на гитхаб и посмотреть, что там есть. Ну, то есть, как работать с этой библиотечкой, можно посмотреть вот на этом сайте, я уверен. Вот. То есть, вот какие-то такие моменты. Двигаемся дальше. А, и еще одна важная тема, которая, ну, о которой часто забывают в веб-разработке. На самом деле, незаслуженно забывают. Это вещь, называющаяся accessibility. То есть, что такое accessibility? Это доступность вашего приложения для всех категорий населения. То есть, ясен пень, что вашим веб-приложением будут пользоваться не только люди, у которых хорошее зрение на единичку и хороший слух. Есть люди, пользователи которых нарушение зрения, есть люди, у которых проблемы со слухом, есть люди, у которых слепые, да, или у которых нет пальцев. Соответственно, но они все хотят пользоваться интернетом, их очень много, и большинство наших веб-приложений, к сожалению, даже вот наша почта этим, например, грешит. Ну и крупные достаточно веб-приложения, такие как, ну, почта Яндекса тоже грешит немножечко. Не могу привести пример. На Хабре вроде бы нет таких атрибутов. На Гугле, наверное, есть. Но я не знаю, я не следую от этой темы, я тоже в этой теме на самом деле полный профан. Я просто представляю, как, ну, что эта вещь есть и немножко представляю, как ей пользуются, но я бы не сказал, что все мои веб-приложения, которые я когда-либо пилил, прям были идеально доступны для всех людей. Вот. Есть очень хороший трейд на Хабре, ну, это все статьи вот по этому тегу, который можно найти по этой теме. Советую его почитать и просто немного понять, ну, там очень крутые статьи про то, как вообще пользуются интернетом люди, допустим, слепые. У них же там есть специальные читалки, которые парсят сайтами на HTML-теге. И если вы, допустим, возьмете какой-нибудь div, добавите им class button и внутри текстик добавите, то читалка, например, не поймешь, что это кнопка, она скажет элементов и текст элемента. Элемент сохранить. Она не скажет кнопка сохранить. А если вы добавите именно button или input type button и там внутри будет сохранить, то эта читалка скажет кнопка сохранить. И, соответственно, пользователь сможет на нее как-то нажать, ну, там, какими-то вещами. Именно поэтому, когда, именно поэтому очень такая популярная тема, как семантический веб. Это когда мы верстаем наше веб-приложение не просто используя везде div, 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 div. Ясно, что можно использовать в верстке только div, а все поведение задавать с помощью CSS. Display in line, display table, display что-нибудь. Вот. Но если мы вместо, допустим, div class header будем писать header class header, то такую верстку читалки, условно говоря, поймут. Они скажут заголовок и там что-то в заголовке. Есть семантические элементы nav, например, семантические элементы footer, семантический элемент main, главный контент. Вот. И использование семантической верстки, оно не только позволяет вам, как программист, чуть-чуть лучше понимать структуру вашего HTML, а еще и помогает, например, таким устройствам, которые используются людьми с ограниченными возможностями, пользоваться вашими сайтами более удобно. Кроме семантической верстки есть такая вещь, как aria, атрибуты, accessible reach интернет applications. Это такая, на самом деле, я не уверен в статусе, то есть это вроде как не спецификация HTML или v3c, но это такая вещь, которая, ну, которая всем используется, и которая чуть-чуть плюс-минус стандартизирована. Можно на NDA не почитать набор статей на эту тему. В общем, что такое aria? Это две вещи, это роли aria и aria-атрибуты. Мы можем в HTML написать роли равно баннер. Есть набор ключевых слов, которые чуть-чуть более подробно, чем HTML теги, описывают, что это за атрибут. То есть можно хедр роли баннер, и тогда ваше устройство, читалка поймет, что это баннер на самом деле, а не просто заголовок. Вот. Роли альн, например, это значит, что это div какой-то с каким-то, ну, с каким-то предупреждением. И есть также атрибуты aria, которые позволяют указать, что вот какие-то элементы, они могут, у них какие-то там события. Например, input type radio aria check it to. То есть aria check это атрибут, который говорит о том, что можно этот элемент взять и выбрать, да. Соответственно говоря, button aria hidden true, то есть этот элемент на самом деле скрыт. Читалка не поймет, что читалка не может распарсить стайл display none. Вот. Поэтому если мы какой-то элемент скрыли с помощью display none, условно говоря, но он все равно есть в HTML коде в доме дерева, в дом дерева, то устройство скринейдера, оно все равно возьмет и скажет, что здесь находится эта кнопка, хотя на самом деле она с CSS скрыта. Или есть и другая история, когда кнопка на самом деле не скрыта, но мы ей просто задали position absolute left в минус 9000 пикселей. То есть мы ее просто вынесли за пределы экрана. Она как бы не скрыта, у нее нет никаких стилей, но ее не видно. Соответственно, читалка эту кнопку прочитает, потому что на самом деле есть. Но если мы добавим атрибута aria hidden run true, то читалка помет, что этот элемент на самом деле скрыт и не будет его прочитывать. Вот. То есть я не сказал бы, что это прям, то есть мы ясно, что не... Да, и таких атрибутов и ролей очень много. И на самом деле это очень большая такая наука, как верстать так, чтобы ваше веб-приложение было доступно для, ну, не только для зрячих и нормальных людей, ну, для зрячих и полностью здоровых людей, но и для людей с с некоторыми, скажем так, нарушениями слуха или зрения или чего-нибудь еще. Вот. Что еще можно почитать, чтобы научиться делать хорошее веб-приложение? Есть очень крутая статья на Google, на developers.google.com про то, как, ну, в общем, там чуть более подробный чек-лист, как сделать, ну, то есть на что нужно обратить внимание, чтобы делать хорошее веб-приложение для мобильных устройств. И есть еще другая, другая статья, которая о том же самом, но она просто другая. Вот. Мне Марина их посоветовала обе вставить в эту презентацию, и я сам их читал, в принципе, они топ, и там прям очень подробненько, красивенько, с картиночками написано, ну, примерно то, о чем я вам только что рассказывал, и еще больше. Вот. Что еще хочется сказать на эту тему? У нас лекция. По слайдам подходит к концу, а времени еще целый час. Надо будет это чем-нибудь занять. Прокол вышел, так сказать. Вот. Что еще? А еще я вам хочу рассказать интересную историю. Интересную историю. В прошлом семестре, в позапрошлом семестре, когда я был на третьем семестре в Технопарке, у нас есть курс Android-разработки. И мы там учились сделать Android-приложение, условно говоря. И я там, и я такой, типа, клевый, решил сделать Android-приложение, ну, типа, калькулятор, да, два импута, кнопочка, посчитать. Я думал, что это вершина, вершина мысли, инженерные, и что это очень круто. И вот, я сделал это веб-приложение, как оно работало. То есть, в нем, вот, кальк, я придумал ему крутую иконочку, оно открывается, то есть, два импута, там, дробдаун какой-то, да, круто, кнопочки, кнопочки. Мы еще на том занятии изучали тогда с темы, то есть, как стилизовать ваше приложение. И я решил, а, давай-ка я закажу по Semantic UI. То есть, видите, похожие кнопочки, похожие импуты, как Semantic UI. Semantic UI это, типа Bootstrap, только не Bootstrap. Вот. И я, в общем, в этом задании сделал, что-то, они смеются, они просто были на этой лекции, они знают, чем прикол. Вот. И, в общем, я вот так взял и сверстал в Android-е, как бы, вот этот вот layout. В Android-е тоже есть верст, в Android-е тоже есть свой, скажем так, CSS, но он немножко другой. В Android-е есть Flexbox. Да, в Android-е есть Flexbox. Вот чувак, очень сильно по нему горел, и почти каждый день говорит, там есть Flexbox, чувак, там есть Flexbox. В общем, вот. Это не на Flexbox, это просто так. Вот. Ну, в общем, я могу, на самом деле, вот здесь запустить. То есть, вот оно, оно до сих пор у меня установлено. Вот как? Да, вообще топово. Смотри, можно выбрать умножение. Можно посчитать, как бы. Я, я сам не могу, как бы, то есть, берем такие, что там, 42, да, умножаем на 666, там, выбираем что-нибудь, там, деление. Ура, у нас поделилось. Круто. Что-что? А, там scroll. Да, то есть, видишь, как бы, высота маленькая, нужно scroll добавлять. Что? Нет, нельзя. Ну, смотри, вот оно. Оно не поворачивается. Все. Когда я открываю, его, у меня открывается не браузер, а именно само приложение. То есть, вот, открывается приложение, у него какая-то загрузка, оно загружается, открылось. У него нету адресной строки, его нельзя, там, условно говоря, там, ну, в общем, как будто бы обычное нативное Android приложение, но оно, на самом деле, сделано HTML, JS и работает, кроме того, оно работает еще и оффлайн. То есть, если я отключу интернет, закрою его, открою снова, то оно все равно загрузится, то есть, без доступа к интернету. Вот. Ну, вы все знаете, как это делается, это называется service worker, то есть, так как это веб-приложение, то там может сделать service worker, который кэширует статику. Соответственно, вот эта вот вещь, она будет работать и без интернета. Вот. Как это работает? Есть такая вещь, как webappmanifest. Подключается через теглинк, rel равно manifest, ref равно manifest, JSON. По сути, это JSON-файл, в котором описана конфигурация вашего приложения. И именно наличие этого manifest-файла позволяет операционной системе понять, что это веб-приложение, приложение, а не просто веб-сайт, и добавить его не как ярлык на сайт, а именно как приложеньку открывать его без участия обычного браузера. То есть, на самом деле, это работает не только на мобильниках, это работает и на компьютерах. Можно взять, добавить на компьютере это приложение все на рабочий стол и открывать его без интернета, даже если вы удалите браузер, и оно будет работать, ну, как будто бы обычное приложение. Соответственно, если мы будем использовать все те же вещи, как... Они что-то знают. Вы чего там до мной смеетесь? Как бы... Э, слышь? Ну-ка, хорош! Хороший сказал? Что? Ну, внезапно мы захотели удалить браузер, а вот эта вещь не удалится. Ну, я не знаю, ну, мало ли что кому. Мне же надо еще заполнить примерно 50 минут лекции какой-нибудь водой. Короче, вот. На десктопных устройствах тоже можно сменить это приложение, оно сохранится и будет работать. Там не будет адресной строки и ничем не будет отличимо от обычного... от обычного... от обычного приложения. Но это будет веб-приложение. В чем еще плюсы? В том, что там HTML.js, который вы знаете, Android вы не знаете пока еще. Вот. Оно может работать и на Windows Phone внезапно. То есть не нужно быть разработчиком под Windows Phone, чтобы сделать что-то под Windows Phone. Короче, вот. WebUp Manifest. У него есть примерно такие свойства. Name какой-то, Leng, какой-то Display. Можно указать Fullscreen, например. То есть вот Display Fullscreen откроет ваше приложение в Fullscreen. Вот. Standalone minimal UI браузер. То есть можно открывать его в обычном браузере, можно открывать его в браузере, но с минимальным UI. То есть там, ну, почти ничего не будет в нем. Но это будет браузер. Вот. Какой-то ориентейшн, то есть можно зафиксировать размер Landscape. То есть к вопросу о том, как можно запретить пользователю поворачивать веб-устройство. Вот таким образом можно. Другими способами я не думаю, что можно. Разумеется, как и с любым другим приложением. Чтобы запустить обычный приложение, надо открыть Google Play, заплатить за него, скачать. Все дела. А может как-нибудь кинуть ссылку на почту, чтобы сразу у себя есть проемы, что клипа? Ну. А при этом сайте может быть для того, чтобы появлялась окношечка? Оно само появляется. На таких сайтах оно появляется само, если ты зашел на этот сайт больше одного раза, условно говоря. Ну, то есть у разных браузеров разные, скажем так, юристики, но это браузеры это делают. Браузеры советуют пользователю установить это приложение на главный экран. Вот. Ты спрашивал про ссылку. Ну, это же обычный сайт. Можем скинуть ссылку на обычный сайт. Человек заходит на этот сайт, добавляет его через менюшку на главный экран и все, оно работает. А чем уступает обычное приложение? Уступает ничем. Наоборот, лучше. Мы можем написать на андроиде, да? Да. А? Хороший вопрос. Я тоже его задаю. Не, но... Вы еще говорили про то, что очень сложно работать с точем. Андроид-приложение надеяли, когда ты пишешь, там все сделано для того, чтобы ты работал с приложением. У тебя есть файловая система, у тебя есть фигня. Ну, да. Это я, конечно, шучу, что ничем. На самом деле доступ ко всяким системам API, именно система, то есть из 2 приложения вы не сможете, условно говоря... Блин, что же нельзя делать из 2 приложения, потому что все можно на самом деле. Ну, к камере есть доступ и из браузера тоже есть доступ к камере. К файловой системе, например, нет. Вот в файловой системе точно нет доступа. То есть вы не сможете из 2 приложения сохранить что-нибудь на жесткий диск. Ну, типа там создать что-нибудь втихаря, условно говоря, да? Вот. Что-нибудь еще там... Ну, да, например, да, вот. Интент и всякие прочие реагировать в андроиде вы не сможете. То есть если, допустим, это какая-нибудь ссылка, то я могу нажать на ссылку и выбрать, в каком приложении ее открыть. Вот. Да, да, но такие вот вещи именно системные, низкого уровня, ну, как, не низкого уровня, а именно системные, которые зависит от системы. То есть оптимизация, что-то работает быстрее, чем-то. Так ты у нас кто, андроид-разработчик или фронтенд-разработчик? Ты не должна, как бы, говорить, что это плохо. Вот. Ну, в общем, да. Но у таких приложений есть и плюсы. Плюсы в том, что это кроссплатформенно, плюсы в том, что это все-таки веб-сайт, он работает и в браузере, и не в браузере. Соответственно, если вы делаете игры, в которых вам, ну, не нужны фотки, интенты и прочие вещи, то вы можете сделать игру на JS, и она будет работать абсолютно везде, на любом устройстве, кроме iOS, которое поддерживает эту историю. iOS не поддерживает эту историю, потому что они поддерживают другую историю. У них есть, блин, у Apple есть свои специальные какие-то другие способы эту вещь задавать, но это все, как бы, из прошлого века, и на самом деле оно жутко деприкейтед, и я не знаю, кто им пользуется, потому что Apple – это шляпа, но самое лучшее – это вот леп-ап-манифест. Эта вещь разрабатывается гуглом и активно им продвигается. Вот. Соответственно, делая прогрессив веб-ап, вы можете не задумываться о разных версиях вашего приложения для iOS, для Android, для Windows Phone, для Symbian, для еще чего-нибудь, а просто делать одну общую HTML-версию, и она будет работать везде примерно одинаково, и это круто. Вот. Соответственно, вот поддержка. Поддержка только в Chrome, в Opera поддерживается, в Chrome для Android поддерживается, а здесь грустный смайлик, а здесь шляпа. Вот. Соответственно, наверное, это все внезапно. Как бы, блин, осталось 45 минут лекций, но в целом все, что я хотел рассказать на этой лекции, как бы того. Вот. И, наверное, можно расходиться по домам, если вы хотите, а если не хотите, то можно еще про что-нибудь поболтать. Спасибо.